Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Я, как и вы все, подсчитываю статейки, посмотрю видосики, которые в интернете бывают. И вот мне попалась такая статья. Знаменитый немецкий медик сделал сенсационное открытие фитнес и спорт только укорачивает наш бег. И я решил посмотреть, чем он это все аргументирует. Были там истории о том, что некоторые животные живут в зоопарке больше, чем в дикой природе. Так всяко объяснено. Бабий век длиннее мужского, мол, женщины живут больше. Но самое прискорбное, что я здесь в этой статье нашел, это факт медицинский. Доказательств не требует. В России, например, средняя продолжительность жизни мужчин свыше 65 и 6 лет. У женщин 77 и 2. То есть вот как раз пенсию нам установили такую, чтобы мы, мужики, пожили на ней, если доживем 6 месяцев. Далее тут рассматриваются бегом от инфаркта или к нему, там за, против и так далее. Приводятся различные марафоны. И люди, которые бегали марафоны, умирали. А Владимире Куц, мировом рекордсмене, который умер в 48 лет от инфаркта. Трагедия академика бегуна. Это Николая Мосова. Тут так это приводится, что вот, мол, он в 40 лет получил там расстройство позвоночника. И потом, значит, он сделал такой себе комплекс 1000 движений, зарядка. И, значит, прожил он до 89 лет. Еще там что-то пробовал. Ну, приводят разли там доказательства того-сего. Немножко зацепили Котлерово. Зацепили и академика Федора Углова, который дожил практически до 104 лет. За счет чего? Там йога и плавание Крамарова. Что там и так далее. В конце концов, меня заинтересовало. А что же сам этот знаменитый доктор рекомендует для того, чтобы жить долго? Жить долго или, как бы сказать, ну, поддерживать себя в оптимальной форме. Он рекомендует следующее. 7 правил для здоровья и долголетия. От доктора медицины АКСТ. Значит, что надо делать? Первое. Энергичная получасовая ходьба 4 раза в неделю. Энергичная, это значит до пульса 120 ударов в минуту. То есть, это уже с ленью связано или не связано? Нет, это очень хорошая нагрузка получасовая. Я лично делаю каждый день по 40 минут. У меня выходит, что я прохожу 2 километра. Ну, чуть больше 2 километров. При этом пульс у меня не более поднимается где-то 95 ударов. Вот я так замечал. Не более 95 ударов. Потом где-то к 90 откатывается. Ну, в зависимости от того, как я иду, там, поднимаюсь или не поднимаюсь. Второе. Трижды в неделю упражнение на растяжку. 10-15 минут. Надо заниматься. Надо заниматься. Попробуйте трижды в неделю выкроить себе вот эти 10 минут, чтобы вы регулярно занимались. Регулярно. Не просто отзанимались один месяц, а прозанимались лет так 5. Вот регулярно. Третье. Избегайте стрессов. Насчет стрессов я хочу сказать так. Стресс это, ну, в основном подразумевается, это психическое напряжение, которое возникает у человека после переживания той или иной жизненной ситуации. Вот он там с хульганами там встретился и, грубо говоря, там, вот он вспыхнул, эмоции у него. А, допустим, он там пошел в ЖКХ, повышение очередное на воду, там, на газ или еще на что-нибудь, на мусор. Опять-таки, это его всколыхнуло. Стрессов надо не избегать, а правильно их воспринимать и проходить через них спокойно, рассудительно, без всяких вот этих вот волнений. Вот тогда будет правильно. Четвертое. Не переедайте, поддерживайте свой идеальный вес. Далее. День в неделю поститесь или голодайте. А знаете, это вообще, вот, день в неделю поститесь или голодайте. Каждую неделю, вот, когда я этим занимался, это, знаете, должно быть вообще-то огромная самодисциплина. Казалось бы, ну чего там раз в недельку поголодать. Куча отговорок, куча всяких условностей. Что-то надо делать срочно, что-то еще, что-то еще. И вот эту программу, чтобы человек выдержал в течение, там, опять-таки, лет пяти-десяти, да не всякий на это способен. Вечно что-то такое будет, что вот, ах, потом я там поголодаю или там пропущу. Не переедать. Это, опять-таки, требует от человека большой самодисциплины. Чтобы он сел за стол и съел столько, сколько надо. И вставал из-за стола. Не тогда, когда у него уже в пузо так, вау, некуда ложить. А тогда, когда он только почувствовал, что заварил червячка. То есть чувство голода исчезло. А вообще-то, настоящего голода современному человеку добиться очень трудно. Мы постоянно что-то едим, пьем и так далее. Организм переполнен пищей. Это очень трудно сделать. Вдобавок, если мы с вами, для того, чтобы не переедать, где-то должны приготовить какие-то здоровые блюда. Соки, свежие салаты, тушеные овощи. Ну, специальное блюдо, допустим, из проросшей пшеницы. Да это тут целая наука, которую надо знать и применять. Не экономьте на сне. Подъем не раньше 7.20 утра. Я бы так сказал. Большинство из нас работают. Они уже встают, как правило, часов в 7. А то и раньше. В основном раньше. И вот здесь, вот здесь. Не экономьте на сне. Подъем не ранее с 7.20 утра. Лучше всего сказать не то, что подъем, допустим, в 7 часов утра. А вот отход ко сну в 10 часов вечера. Вот это гораздо лучше. В 10 часов вечера, чтобы был отход ко сну. Это самое лучшее время. Вы ложитесь с 10, допустим, там до 2 часов ночи, до 3 часов ночи. Самый лучший там идет у нас отдых. Мы высыпаемся. А потом вставайте хоть в 5 часов. Но ложитесь в 10. Вот это самая лучшая будет рекомендация. И действительно, экономить на сне, если уж хочется, спать нельзя. Во время сна мы восстанавливаем как раз жизненные силы, о которых и говорит специалист. Жизненные силы полноценны. Запоминайте, восстанавливаются во сне. Шестое. Любите тепло, солнечный свет. Ну вот как раз мы с вами говорили о витамине Д. Чтобы он нормально вырабатывался, мы должны немножечко принимать вот эти солнечные ванны. По возможности. Смотря где кто живет. И седьмое. Чаще бездельничайте. И вот эта вот рекомендация. Чаще бездельничать. Она важна тем, вот я лично понимаю, бездельничать. Современный человек поглощен процессом зарабатывания средств на жизнь. Обеспечение семьи, внутри семьи, особенно бедняжки, женщины. Они там должны постоянно придать, работать, тут еще готовить, подавать, убирать, следить за чистотой квартиры и прочее, 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 прочее. И у них не остается времени на себя. Так вот, чаще бездельничать, это как раз у человека есть свои собственные потребности. Чисто его личностные, человеческие, которые он хочет удовлетворить. А за вот этой вот суетой, которая сейчас у нас в мире, да, она и была, и продолжает быть, мы не можем удовлетворить свои глубинные, вот, личностные потребности. Допустим, кто-то хочет порисовать, кто-то хочет, грубо говоря, там, хотя бы и просто полежать какую-то книгу, что-то получить. То есть человек так бездельничать не может. Вот просто лег тупо и лежит на диване, что-то смотрит. Это бывает только тогда, когда у человека отсутствуют его интересы, или он уже так напахался, что его больше ничего не интересует, он хочет, чтобы его не трогали. Лег, и он посмотрел вот этот вот телевизор, там, посмотрел разные там программы с бредятиной, и как-то отвлекся с мыслью, что не у меня только все плохо, а вот и у других людей. А именно, чтобы мы могли седьмым вот этим пунктом удовлетворить свои самые глубинные потребности. Потребности, это, как правило, потребности к творчеству, к самореализации, когда человек понимает, что он все-таки вот человек творчески сочинит, написать, поиграть и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда вот такую вот статью, знаете, выдают под таким заголовком, вернее информацию выдают под таким заголовком, думаешь, ну что ж это такое, неужели вот так вот правда, что надо там бездельничать, нежели там заниматься фитнесом или еще. Я неоднократно вам говорил насчет физических упражнений, особенно ходьбы. Мы с вами представляем кусок мяса, по которому циркулирует жидкость. Если этот кусок мяса не сжимается, не разжимается, жидкость будет циркулировать плохо. Раз она циркулирует плохо, создаются области застоя, где начинают развиваться сначала недомогания, а потом болезни с разрушением тех или иных структур.